Вольво XC90 второго поколения вышел на рынок в 2014 году. Наконец-то появилась современная шведская альтернатива вездесущим немецким премиальным кроссоверам, обрадовались покупатели. Тем обиднее было видеть многочисленные недостатки XC90. Почти 5 метров длины, едва ли не 3 метра колесной базы, но спереди в XC90, несмотря на физический простор, ощущается теснота. В основном виноваты пухлые дверные панели, низкая верхняя кромка лобового стекла, толстые передние стойки и высокая подоконная линия. Вероятно, это сделано в угоду рекордному рейтингу в европейских краш-тестах. В салоне меня иногда посещают легкие приступы клаустрофобии. Слишком массивные передние стойки в полностью черном интерьере делают свое дело. Делится впечатлениями Мария из Санкт-Петербурга. Мультимедийная система Volvo – это вертикально ориентированный планшет в стиле Тесла, со строгим меню и многочисленными подразделами. Посредством сенсорного экрана управляется буквально все – от подогрева сидений до настроек двигателя и подвески. Это цифровое доминирование утомляет. Водитель время от времени начинает чувствовать себя системным администратором. А что стало со знаменитым шведским качеством? Как минимум, швы на кожаных вставках центрального тоннеля можно было бы и аккуратнее прошить, подтверждает Иван из Москвы. Уровень шумоизоляции XC90 неприятно удивляет. Шумоизоляция плохая. Шумил двери. Больше ничего не буду. Лишние килограммы не хочу возить. Плюс говорят, что не очень-то и помогает, если нет двойных стеклопакетов. Делится опытом владелец с ником Strasse из Ноябрьска. Вольво оснащен безальтернативным восьмиступенчатым автоматом Aisin, который богат на всевозможные режимы настроек. Увы, ни в одном из них японская коробка не живет душа в душу со шведским мотором. Либо запаздывает со включением пониженных передач, либо суетится сверх меры. XC90 комплектуется только четырехцилиндровыми, бензиновыми или дизельными моторами. В любом случае, это надувные двигатели серии Drive-E на унифицированном двухлитровом блоке. Бензиновые моторы оснащены непосредственным впрыском. При использовании качественного топлива и своевременной замене масла, им по силам ресурс примерно в 250 тысяч километров. При этом у бензиновых моторов есть склонность к повышенному расходу масла. Их топливные форсунки желательно промывать как можно чаще, иначе они полностью забьются. Также здесь быстро изнашиваются и лопаются резиновые патрубки. Схожие проблемы с течами масла демонстрирует и двухлитровый дизель. Например, у него часто возникают подтеки смазки по сальникам и с подклапанной крышки. К слабым местам здесь также относят систему EGR и демпферный шкив коленвала. Мотор подъедает масло. Также лопался резиновый патрубок, который идет к турбине. Отремонтировали по гарантии. Делится опытом Игорь из Ростова-на-Дону. Ездовые повадки XC90 серьезно улучшились со сменой поколений. Но ведь и конкуренты в это время не дремали. В итоге, в сравнении с ними, швед не столь четко реагирует на действия рулем. А плавность хода даже в самом комфортном режиме подвески все равно чуть хуже. В интернете много претензий владельцев к пневматике XC90. И во многом они справедливы. Даже в режиме комфорт особой мягкости не чувствуется. По хорошей дороге кроссовер довольно мягко идет даже на девятнадцатых катках. Но если речь идет о крупных стыках или лежачих полицейских, то машину существенно потряхивает и даже в некоторых случаях пробивает подвеску. Пишет в своем отзыве Дмитрий из Красноярска. Тем не менее, Volvo XC90 – один из наиболее самобытных автомобилей в своем классе. Этот кроссовер умеет цеплять покупателей. Но чем? Облик Volvo XC90 – само воплощение скандинавской сдержанности. При этом шведский кроссовер вовсе не теряется на фоне премиальных немцев. Он просто другой. И это классно. XC90 начисто лишен показной агрессии. Зато здесь полно интересных деталей. Особенно ярко выделяется передняя оптика с рисунком в виде молота Тора. Отлично смотрятся и мощные бедра, которые начинаются от задних дверей. Неудивительно, что в ходе рестайлинга внешний XC90 практически не изменился. Этот дизайн вне времени. Сама концепция экстерьера используется с 2014 года, а задумывалась еще раньше. Но машина ничуть не выглядит устаревшей. Подтверждает Светлана из Санкт-Петербурга. Базовые передние кресла у XC90 настолько хороши, что вполне можно довольствоваться стандартными регулировками по длине, высоте и углу наклона спинки. Даже этого хватает для получения удобной посадки. Но лучше всего опциональные сиденья с вентиляцией и расширенным набором регулировок. С помощью круглого джойстика можно настроить не только глубину поясничного подпора или длину подушки сиденья, но и боковую поддержку. Несмотря на некоторые огрехи, отделка салона XC90 впечатляет. В богатой комплектации кроссовер порадует кожаной отделкой дверей и передней панели. Помимо деревянного декора, можно заказать настоящий алюминий. А в версии R-Design еще и вставки под карбон. У меня салон с отделкой коричневой кожей и деревом. Причем Volvo кожа кожаная, а дерево деревянное. А не имитация. Делится впечатлениями владелец с ником Ben Gun из Красноярска. Интересно смотреть на детали. Рукоятка запуска двигателя, равно как и вращающийся барабанчик выбора ездовых режимов, напоминает драгоценность. Динамики аудиосистемы Bowers & Wilkins стильно вписаны в панели дверей. Отлично выверены усилия на всех рычажках-кнопочках. По части оснащения Volvo тоже не отстает от ближайших конкурентов. Помимо различных электронных помощников, появилась недоступная ранее для шведских моделей проекция показаний приборов на лобовое стекло. Колесная база Volvo XC90 как минимум на 6 сантиметров длиннее, чем у ближайших соперников. А спинки передних сидений сделаны довольно тонкими. Благодаря этому второй ряд у шведа оказался очень просторным. Здесь также можно регулировать сидения и в продольном направлении и по углу наклона. За уют отвечают шторки на окнах, свой блок двухзонного климат-контроля, подогрев сидений и несколько розеток. Третий ряд у Volvo тоже не бесполезный. В дальнюю дорогу взрослым пассажирам ростом выше 170 сантиметров, конечно, лучше не отправляться. Однако явного дискомфорта или стеснения тоже нет. Установленные задние кресла слегка приподнимаются над полом багажника. А если средний ряд немного сдвинуть вперед, то не будет проблем и с наличием свободного места. Выштамповка на потолке оставляет запас пространства над головой. Из удобств есть не только подлокотники и подстаканники, но также индивидуальные дефлекторы вентиляции и плафон освещения. Взял семиместную версию. Влезают все, никому не тесно. Делится опытом Сергей из Твери. Багажник у XC90 впечатляет. Есть электропривод пятой двери, причем открывать ее можно пинком ноги. Для облегчения погрузки кроссовер умеет приседать на пневмоподвеске. Сам отсек имеет аккуратную отделку и практичный разделитель объема с крючками для сумок. У большинства семиместных версий минимальный объем багажника составляет 314 литров. Меньше только у топовой гибридной модификации T8 Twin Engine, которые довольствуются 262 литрами. В пятиместной конфигурации багажник вмещает уже приличные 721 литр, а максимальный объем – 1868 литров. Два ряда кресел складываются в абсолютно ровный пол с минимальными зазорами. Очень просторный и продуманный багажник. Заднее кресло ни разу не складывал. Все, что нужно для путешествия всей семьей, и так влезает. Можно, не задвигая сидений, загрузить надувную ватрушку. Пишет в своем отзыве Валерий из Новосибирска. В отличие от предшественника, для XC90 второго поколения недоступны ни рядные шестерки, ни двигатель V8. Но в плане динамики это небольшая проблема. Двухлитровый бензиновый мотор Volvo помимо турбокомпрессора может иметь и приводной нагнетатель, что обеспечивает ему 320 лошадиных сил. Такой швед не отстает от трехлитровых немцев ни в разгоне до первой сотни, ни когда нужно ускориться с высоких скоростей на трассе. Вот что комбинированный наддув делает. Менее мощные версии тоже не промах. Прав владелец с ником Volvo Volvo из Санкт-Петербурга. Любимая тема продавцов конкурирующих брендов, что мол двухлитровые двигатели совсем не едут. Нет, они едут. Сегодня ездил по каду. До 100 км в час мой XC90 разгоняется примерно за 8 секунд, как и положено по паспорту. Еще за 6-7 секунд ускоряется до 150 км в час. Причем с педалью газа я был довольно деликатен. Главные плюсы автомобиля Volvo XC90 Удачный дизайн экстерьера Дорогая отделка салона Простор на втором ряду Большой и удобный багажник Основные минусы Огрехи эргономики Несогласованность работы мотора и коробки Недостаточная шумоизоляция Неидеальная плавность хода Подводя итог, можно сказать, что Volvo XC90 – кроссовер, который как может оправдывать свои премиальные амбиции. У него классная, почти не устаревающая внешность. Хорош и просторный салон, который отделан дорогими материалами и полон запоминающихся стильных деталей. Нет никаких вопросов к вместимости и практичности багажника. Жаль, что у шведов не получилось довести до идеала ходовые качества и грамотно проработать шумоизоляцию. Без этого XC90 ощущается не таким комфортным, как хотелось бы. Потому оценка, набранная Volvo XC90 в читательском рейтинге Дрома, составляет 9 баллов. Благодарим за помощь в съемках дилерский центр Major Expert Новая Рига. Автомобили в наличии вы можете посмотреть по ссылке в описании к видеоролику. Друзья, ну вот наше видео и подходит к концу. Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях, какие еще машины вы хотели бы увидеть в видео отзывах Дром. И самое главное, подписывайтесь на канал Дром. До скорых встреч! До скорых встреч! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...